Все мы знаем, что высота горных вершин измеряется от уровня моря. Например, высота Джамалунгмы, высочайшей горы мира, составляет 8 848 метров над уровнем моря. Посмотрим на карту. Расстояние от Джамалунгмы до ближайшего моря целых 700 километров. От моря эту гору вообще не видно. Что же люди называют высотой горы над уровнем моря? Чтобы разобраться с этим, давайте для начала поймем, что это такое уровень моря. Моря у нас под руками нет, так что посмотрим на воду в этой банке. Поверхность воды в море горизонтальная, и поверхность воды в банке тоже горизонтальная. Когда мы наклоняем банку, поверхность воды не наклоняется вместе с ней, но остается в прежнем положении. Откуда же вода знает, какое положение ей принять? Все дело в том, что это положение является наинизшим из всех возможных. Если бы одна часть поверхности была выше другой, то вода просто перетекла бы сверху вниз, и ее поверхность выровнялась бы. Отвес показывает направление, в котором все тела притягиваются к земле. Горизонтальная поверхность воды в банке перпендикулярна отвесу. Теперь давайте представим себе круглую землю, со всех сторон покрытую водой, этакую планету-океан. Уровень моря во всех местах такой земли по определению следует считать одним и тем же, и принимать за нулевую отметку высоты. Все отвесы будут направлены по радиусам к центру земли, перпендикулярно морской поверхности. На этом рисунке изображена часть такой земли и два отвеса. Теперь сделаем так, чтобы с одной стороны этого рисунка был океан, а с другой гора. Как мы можем измерить высоту этой горы от уровня моря, если море находится достаточно далеко от нее? Давайте мысленно проведем от моря канал, подведя его под самую вершину горы. Этот канал заполнится водой. Спустим с вершины горы отвес до уровня воды и измерим высоту горы по этому отвесу. Вместо канала можно проделать тоннель, опустив его с вершины горы сначала вертикально вниз, а потом изогнув и соединив с морем под землей. И тоннель опять заполнится водой до уровня моря, что позволит нам измерить высоту горы. Мы взяли обрезанную бутылку и стеклянную трубку, соединили их снизу резиновым шлангом и заполнили подкрашенной водой. Такое устройство называется сообщающимися сосудами. Мы видим, что вода в обоих сосудах находится на одном уровне. Если трубку поднять или опустить, вода придет в движение, и когда успокоится, ее поверхность вновь установится на одном уровне. Отодвинем трубку подальше от бутылки. Мы видим, что поверхность воды в сосудах и теперь находится на одном уровне и задает горизонтальное направление. И все-таки, почему жидкость в сообщающихся сосудах всегда находится на одном уровне? Можно придумать несколько объяснений этого факта. Давайте рассмотрим ровную горизонтальную поверхность воды, подкрасив часть воды более ярким цветом. Теперь окружим эту подкрашенную воду отдельной оболочкой. Вода внутри оболочки не почувствует никаких изменений и сохранит свой первоначальный уровень. А теперь уберем внешнюю воду и получим обычную картинку сообщающихся сосудов. Второе доказательство основано на принципе невозможности вечного двигателя. Если бы вода в двух сообщающихся сосудах имела различный уровень, мы могли бы проделать в стенках сосудов отверстия и пустить воду стекать по желобу из верхнего сосуда в нижний. А обратно эта вода будет возвращаться по нижней трубе. Эта текущая вода могла бы крутить колесо турбины и совершать механическую работу. Еще одно доказательство основано на том, что центр тяжести системы всегда стремится занять наинизшее положение. Допустим, что поверхность воды в двух сообщающихся сосудах имеет разный уровень. Но тогда мы можем переместить часть воды из верхнего сосуда в нижний, и центр тяжести системы при этом явно опустится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова